Девушки отдыхают Можно ли как-то этого достичь, кто может проконсультировать и помочь, вот об этом после 12 часов. Это, видимо, одна из таких ключевых тенденций последнего времени, бережливое производство, как я его понимаю, меньше затрачивать ресурсов, а больше, собственно, выпускать производить. Да, там экономия человеческих ресурсов, экономия времени, экономия средств. В общем, много всего, и самое главное, что учат этому бесплатно. Здорово. Первый час. Будем говорить мы о трагедии и ее последствиях. Имеем в виду трагедия, произошедшая в Ульяновской области позавчера, 26 апреля. Новость, облетевшая уже всю страну и запустившая такую волну и негодования, и сострадания, и так далее. В детском саду поселка Вишкайму у Ульяновской области мужчина открыл стрельбу, в результате погибла воспитательница, двое детей, еще одна воспитательница была ранена. Дети 5-6 лет, все это произошло в тихий час, в 13 с небольшим часов мужчина свободно зашел на территорию детского сада, у него с собой было охотничье ружье, и, собственно, с его использованием он и совершил эти преступления. Да, ну и традиционно, как бывает всегда у нас, после того, как что-то подобное случается, сразу же начинаются проверки или отчеты о том, как все хорошо, или как все защищены, или как мы сейчас начнем проверять, защищены или не защищены. И вижу уже у коллег... На официальных сайтах ни администрации города, ни правительства области я не видел пока информации о том, что будут внеплановые какие-то проверки проводить. Проверки мы не видели, но мы видим, что наши коллеги, портал свой Кировский, позвонили в администрацию города, им там рассказали, что проводится, не конкретно сейчас, а вообще в детских садиках проводится. То есть они рассказали о том, как система вообще установлена? Да, инструктажи, внеплановые проверки, заполняются журналы по мерам антитеррористической безопасности, есть тревожные кнопки, группы закрываются, садики закрываются, никто посторонний не пробежит, что называется, да. И там же на портале есть материал с мнением родителей, которые говорят, что на самом деле все далеко не так прекрасно, как выглядит на бумаге, а на самом деле можно и пройти, и в конце концов, если садик даже защищен, закрытый, то не защищена площадка детского сада, да, потому что, ну, как там, что забор, что не забор, заборы прозрачные, мы это видели. Ну вот я родитель, я родитель, я родитель, ты у меня можешь спросить, на самом деле я... А мы с тобой попозже немножко поговорим, давай мы сначала другого родителя подключим, который уже ждет на телефоне, это Константин Сичихин, родители и общественник. Костя, добрый день. Алло. Может попробовать еще? Звукорежиссеру хочу сказать, что мы не слышим нашего гостя, я не знаю, может быть у нас какие-то технические сложности сейчас с звонками. Константин, алло, алло. Пока не получается, давайте перенаберем. Хорошо, давай твой родительский опыт. Мой родительский опыт, но вот я сейчас хочу зачитать ту информацию, которая была разуслана. Так, или у нас есть все-таки на связи? Да, что-то получается. Добрый день, Константин. Добрый, добрый. Да, Константин Сичихин, какой-то звук немножко такой странный, ну ладно. Костя, вчера мы с тобой разговаривали по поводу того, насколько вот то, о чем говорится, да, что декларируется с точки зрения безопасности в детских садах, там и в школах, каждый раз, когда случаются подобные трагедии, как в Ульяновске, насколько оно совпадает или отличается от реальной жизни? Вот твой родительский опыт, у тебя, по-моему, двое детей, да, позволяет говорить о чем? О том, что детские сады в Кировской области хорошо защищены? Ну, на мой взгляд, детские сады не настолько защищены, насколько нам хотелось бы это видеть и знать. По тому причине, что я сам лично вожу младшего в стадик, я каждый день, можно сказать, ну или через день наблюдаю, насколько это безопасно. Безопасно отчасти с точки зрения, если в детский сад придет какой-то такой гражданин, вот по тем случаям, которые происходят в стране. Поэтому, насколько это безопасно, мне кажется, нет. Насколько, как от этого защищаться, ну, от этого защищаться, если применять те меры безопасности, которые требуются, да, на это будут колоссальные деньги потрачены. А насколько это спасет, мне тоже кажется, что не настолько это спасет. Надо это все предотвращать по мере, ну, либо на первой стадии, либо вводить какие-то инновационные технологии. К примеру, как в Китае. В Китае есть случаи, даже не случаи, там уже повсеместно это распространяется. Знаете, как система Большой Брат смотрит за тобой, когда человек, когда улица, когда город, он окутан камерами, и по определению лица, ну, человек определяет, насколько он опасен для общества. Понятно, что многие будут противники этого всего. Ну, по крайней мере, эта технология, она работает в Китае, работает в министерстве во всех провинциях, но в некоторых провинциях такая технология внедряется активно, когда человек, который административно совершал какие-то административные порушения, сидел в колонии, ну, либо чем-то опасным для общества. Общественно опасный товарищ, потенциально. Да, общественно опасный товарищ, когда он идет по городу, грубо говоря, приезжается к детскому садику, либо к школе, либо к какому-то учебному доведению, то на пункт охраны этого детского садика приходится общение. В школе подходит опасный, в кавычках, опасный человек, да, и уже охранник в курсе, что, возможно, этот, может, он просто проходит, но он уже предупрежден в данной ситуации. И, возможно, в будущем хотелось бы видеть вот такую технологию в России, чтобы это работало. Ну, мне кажется, это очень отдаленное будущее, очень отдаленные. Ну, а больше как? А какие еще варианты есть? А темеры безопасности, Константин, которые сейчас действуют в детских садах, вообще в детских учреждениях, я помню же, вот была история, недавно мы совершенно там в эфире обсуждали, может быть, там год-полтора назад в школе была, да, такая же история в каком-то... Ну, а какие-то мероприятия... Ну, это еще в памяти случаев на Ариан-Маре, он был осенью 2019 года, там тоже человек, свободно зашедший на территории детского сада, он зарезал ребенка. Ну, то есть, ну, вот история, после того ведь тоже было много шума и говорили, там, давайте мы в каждую школу посадим по... или в каждый садик посадим по надежному охраннику, там, по человеку, который может что-то предотвратить. Да, посадили, посадили по охраннице, посадили по бабушке, посадили по дедушке, там, сидят, разводитесь, потом сидят на следующий день. Ну, чем, ну, максимум, что он с тобой сможет защитить все, что он сможет сделать в данной ситуации, да, встать как живой щит, больше всего он ничего не сможет сделать. Да, как он сидит в самом здании, а если мы возьмем любой детский садик, у нас дети там, они не постоянно находятся в здании, да, они же гуляют на улице, гуляют на площадках. Ну, там обычные стандартные заборы, которые, ну, там, захочешь перелезти, легко перелезет любой человек, да. Там же не под колючей проволокой наши дети гуляют, правильно? Конечно. Это же не степень охраны, как степень охраны колонии какой-либо, да. У нас в колониях люди намного охраняются, намного сильнее в данной ситуации. И мне кажется, что от этого большого влияния, ну, никак не защититься. Если у человека что-то в голове взбридливо, там, с утра или вечером, или вот с утра и бидем, то кто его знает, куда его понесет. И любая степень защиты, которая сейчас на следующий день, она не настолько защищает наших детей от таких людей. И это просто-напросто надо либо, я даже не знаю, что сказать по этому поводу, какие степень защиты должны быть. Для меня, например, самый обычный стандартный пример, это то, что я рассказал, как Китай это происходит на сегодняшний день. Потому что мы с вами наблюдаем даже все недружеские страны, о которых сейчас говорят, да. Там же тоже происходит не очень приятная ситуация и в детских садах, и в школах, и еще каким-то областям. Хотя их уровень технологий, которые у них применяются, они выше, чем в России на сегодняшний день. И все равно это все происходит. Ну, ладно, кстати, да, о китайском опыте мы пока можем только мечтать. Ну, у меня есть, конечно, убеждение в том, что мы будем двигаться в этом направлении. Система видеонаблюдения и видеофиксации будет развиваться. Просто давайте поговорим о том, что сейчас есть. Вот ребенок у вас ходит в детский сад. Какие меры безопасности в конкретном детском саду вашем предпринят? В конкретном детском саду это, ну, понятно, забор. На заборе электронный замок висит в виде домофона, да. Магнитный замок висит в виде домофона. Ты нажимаешь, тебе открывается дверь, ты заходишь. При входе к тому зданию находится, ну, сидит дедушка либо бабушка. Ну, охранник, давайте так скажем, берем. Вся мера безопасности на сегодняшний день, который работает. Если взять более изменения, современный садик – это один вход и один охранник. Если мы берем не современные садики, а садики 80-х, 70-х годов, у нас, по-моему, там садики с разными входами в группу, да, все это знают. Ну, тогда там пытаются, по крайней мере, стараться у каждого входа, чтобы был охранник. По крайней мере, в моем садике там два охранника сидят на два разных входа. А видеонаблюдение есть? Нет, нет. Видеонаблюдение присутствует, это обязательно сейчас для тех, кто здесь в детском садах, присутствует видеонаблюдение по периметру. Но, насколько это спатьет, я, честно, я думаю, что в любом, в том детском садике или в тех учебных заведениях, где что-то происходило в ближайшее время, там тоже присутствует видеонаблюдение, там тоже присутствуют и рамки, особенно в школах они стоят на сегодняшний момент, да. Но, насколько это спасло, мы сами с вами и не знаем. К сожалению, я не знаю, мне остается только согласиться с Константином. Я, кстати, вот слышала, что есть садики, где вот эти входы еще закрываются, да, в сам садик тоже на магнитный замок, то есть ты внутрь здания тоже не попадешь, да? Ну, по правилам. Это в основном закрывается, это в новых садиках, ну, в новых садиках, которые недавно строятся, у которых один вход, ну, или там, где садики с одним входом, ну, где один вход, где садики старые, там, ну, по крайней мере, в моем садике такого нет, где у меня ребенок ходит, там такого не присутствует. Константин, а группа у вас закрывается на замок какой-то, который надо открывать? Нет? Не знаю, ни разу не было. Ни разу не было. Ну, по правилам, по-моему, должна закрываться все-таки, когда утром родители детишек привели, все, да, группа должна быть закрыта, да, изнутри. Константин, спасибо. Константин Сичихин, родитель, общественник, с нами был на связи, да, про китайский опыт интересно, конечно, но я думаю, что это, знаешь, вот дело не знаю. Это система Face ID, да, идентификации людей по лицу, она ведь не только в детских садиках, безусловно, в Китае работают, там, в том числе и пешеходов-нарушителей наказывают по, собственно, по лицу, да, система сразу распознает, это все завязано на социальной сети, все сигналы куда-то в органы эти уходят, ну, там глобально и масштабно, конечно, очень все. Так вот, о своем-то опыте, да, ну, вот то сейчас, о чем сейчас рассказал Константин, собственно, характерный для нашего детского садика. У вас та же самая история, да? Куда ходит мой младший пятилетний ребенок, это один из муниципальных старых детских садов в районе Центрального универмага, типичное двухэтажное здание, у нас тоже забор. Ну, у нас ведь в последние годы, да, у нас, мы видели, что у нас детские сады... Появились, появились заборы вокруг, да. Да, обносились с заборами, просто это вызывает улыбку, зачастую где-то, где-то забор сделан из поликарбоната, где-то из профнастила, но я понимаю распоряжение, забор должен быть, и, видимо, кто во что гораст. Это все делает. В общем-то, как трагедия, в первую очередь, на нас-то это аукнулось. Почему я узнал об этом, да, потому что я уезжал в эти дни из города. У нас сообщение просто появилось в родительских чатах. В родительском чате. Да, вот я удивился, что нигде официальной информации не увидел о том, что проверки там будут проводиться или что-то еще. Так вот, в наших родительских детсадовских чатах была разослана от воспитателей следующая просьба. Уважаемые родители, убедительно просим вас проявлять бдительность. При входе и выходе закрывать калитку, не пропускать на территорию детсада за собой незнакомых и подозрительных людей. У каждого из вас есть ключ. На калитке есть кнопка вызова. У нас у каждого родителя есть ключ. Мы прикладываем к домофону и заходим, когда приводим и забираем детей. Если вы заметили подозрительных людей рядом с территорией детсада, сообщите, пожалуйста, администрации учреждения, признательные вам за содействие и сотрудничество по обеспечению безопасности детей и сотрудников. Мне очень понятно, по каким критериям можно определять подозрительную личность на территории или рядом с детским садом. Это такое оценочное осуждение, как каждый по-своему воспринимает, что такое личность. Ну вот буквально сегодня в полдевятого утра, подходя к нашему детскому саду, я издалека заметил, что калитка открыта, дверь болтается. Да, ходи кто хочешь. Собственно, я это прекрасно понимаю, любой человек с определенным жизненным опытом понимает, что для того, чтобы что-то натворить, времени-то много особо не надо. Несколько минут и все. Да, но с другой стороны, вот опять же, не будет ли перекосов, если накачивать постоянно тем, что вокруг опасности какие-то, не знаю, злодеи, которые хотят покуситься на детей, не будет ли это дополнительную какую-то нервозность создавать, и проблемы даже администрации детского сада, которой придется все время на эти сигналы как-то реагировать. Ольга Трыкина с нами на связи, депутат законодательного собрания Кировской области, председатель организации родительский контроль. Ольга, здравствуйте. Ольга, добрый день. Добрый день. Добрый день, да. Давайте вспомним, мы как-то упустили это из виду, вот в настоящее время зафиксируем. У нас какие меры безопасности в детских садах в Кирове есть? Заборы, видеонаблюдение, магнитные ключи, где-то охранники, где-то нет охранников. Тревожные кнопки. Тревожные кнопки, кстати, да, сегодня не упоминали, но они должны быть. Ну, везде по-разному. Везде по-разному, да. Где-то есть только тревожная кнопка. А разве нет требований каких-то обязательных к зданиям, к оборудованию, всеми этими техническими средствами или человеческими ресурсами? В рамках санпинов, скорее всего, прописаны и заборы, и все прочее. Но, соответственно, забор же есть, а уже неважно, зырами он между зырами. То есть, да, может быть, вполне возможно, есть предписание надзорных органов, но все равно все упирается в деньги. И во многих детских садах о безопасности можно только на фабах говорить. Вот-вот. Насколько я понимаю, все лежит тут на плечах руководителя, да, заведующего. Зачастую это заведующее я детским садом. Ну, чаще всего, да. И, собственно, она, как руководитель вот этого юридического лица, она решает эти все вопросы в рамках бюджета, выделяемого, да? Да, конечно. В любом случае заведующая будет, так скажем, лицом крайним, если в случае чего-то, и будет уже видно дальше, какие меры она предпринимала. Пыталась она решить вопрос с этим же забором или с магнитным замком, либо она, грубо говоря, ничего не делала и ждала у моря погоды. Ольга, по вашему опыту, вот вы детей в садик, когда приводите, например, вы понимаете, что там, вот вы зашли, вы дверь открыли, вы дверь закрыли, никто за вами не проберется никогда, и все остальные родители настолько же бдительны, или нет? Сложно сказать. Я, конечно, пытаюсь контролировать себя, когда я зашла там калитку за собой закрыть, но дверь-то точно в садик закрываю, потому что мы ее сменили не так давно, и общими усилиями, опять же, то есть она до этого была с кодом-звонком, который не закрывался, сейчас у нас магнитный замок, то есть она точно закрывается, в этом я уверена. Ну, это одна дверь, да, во вход детского сада, то есть несколько дверей в садике нет, остальные двери, ну, как придется. Соответственно, если мы говорим про садики, где вообще каждая группа имеет собственную дверь, то вопрос от этого же магнитного входа, вопрос магнитного замка, ну, соответственно, станет вопрос денег, то есть это дорого, но они уже теоретически могут на щеколду изнутри закрываться. То есть вопрос безопасности садов, он такой очень открытый, расплывчатый и, наверное, сильно нерешаемый, потому что вот я посмотрела как раз статистику, в том году Департамент образования говорил, вот как раз в мае 2021 года, что на безопасность детских садов и школ необходимы 300 миллионов. Сколько? 300. 300? 300 миллионов. А что в эту сумму входит? Это, наверное, львиная доля, это зарплата тем профессиональным охранникам, наверное, да, которые... Ну, это вот как раз и говорили, да, про ЧОП говорили, как раз говорили про охранника с ружьем, грубо говоря, да, тогда тут, конечно, вопрос зарплаты станет. Ну, в целом, в садиках надо и заборы менять, и где-то кнопки ставить, вот эти магнитные ключи делать, где-то видеокамеры добавлять. Вчера мне, кстати, отчет пришел, что везде видеокамеры есть, а где их нет, то в августе месяце будут поставлены. Смотрю список детских садов, вообще детские сады не все, вопрос возникает. То ли мне просто их не дописали, то ли там видеокамеры нет, то ли просто забыли, ну, как бы, пока мне непонятно. А вот тут вопрос еще ведь в установке, ну, ладно, там поставил видеокамеру, вопрос в том, зачем ты ее поставил, будет ли она работать и будет ли кто-то сидеть и смотреть. Еще третий, четвертый и так далее вопрос, а работают ли, а исправны ли эти камеры, а кто-то... Мы прекрасно там видим, по камерам до улиц, которые фиксируют нарушения, даже они не работают. Часто у нас в городе что-то случается, потом выясняется, что камеры не работают. Я тоже хожу, смотрю на те камеры, которые у нас в прошлом году в детском садике установили, ну, что-то есть у меня подозрение, что не все с ними в порядке. Ну, ладно, проверять не буду. Где-то в детском саде сидит женщина, опять же, вахтер, которая смотревает экран и может в случае чего там принести какие-то экстренные меры, но это далеко не везде, конечно. Ольга, а вот смотрите, вы же сказали, да, про то, что у нас, и мы все понимаем, есть разные группы разного формата детские садики, там, да, есть один с центральным входом, где-то расходишься по лесенкам, там, да, по группам, а есть реально садики, которые где-то там в 80-е годы строились, где каждую группу отдельный вход. Вот на такой садик ведь одного охранника мало? Да, конечно, мало. То есть в любом случае, если у злоумышленника есть какая-то мысль, он заранее подготовится и поймет, как ему действовать дальше. То есть тут комплексный должен быть подход, меры, и в том числе, как бы, ну, предубеждая, да, непосредственно эти все мероприятия, работа вот этими людьми, у которых есть психические заболевания, которые, как последняя практика показывает, вот в основном они и приходят с ружьем в детский сад. То есть с ними, как таковой борьбы тоже не ведется. Профилактики никакой нет, да? Профилактики никакой нет, да, и, соответственно, ну, никто не застрахован, что завтра он может прийти в любое учебное заведение. Расскажите, пожалуйста, вам известно, есть ли у нас такой опыт в городе, когда действительно охраняет лицензированный человек детский сад, не знаю, возможно... Ну, профессиональный, профессиональный. Да, возможно, это частный детский сад, ну, у которого есть лицензия на оружие, и он обладает навыками определенными, противодействие, если что-то там вдруг случится. Есть такие примеры-то у нас? Ну, вот у меня такого примера нет. Вот, соответственно, не на слуху, соответственно, может быть, что-то у нас и есть такое, но прям такое очень индивидуальное. Ну, у меня лично вывод рождается только один, раз в последнее время все ложится на родительские плечи... Да, Ольга, вот, а я не ошиблась, вы сказали, что вы совместными усилиями дверь устанавливали с магнитным замком. С обместными усилиями я просто занималась таким вопросом более трех лет. А, понятно. Я шла в детский сад, и я увидела, что у меня наркология и детский сад граничит через рискотчатый такой заборчик, через который можно перешагнуть. Ну, так скажем, я не прошла мимо и начала этим вопросом заниматься. И я добилась этого департамента образования, то есть конкретно детским садом, и не скидывались. Ну, а так, практики действительно есть, когда все это перекладывают на родителей. Серьезно, да? Да, ну, условно, вот сегодня мне звонили, спрашивали, как я думаю, ну, адекватно ли стоимость магнитного замка 12 тысяч рублей на двери. Вот, соответственно, я так понимаю, что сейчас мы максимально начнем вот эту проблему решать за счет родителей, и родители неравнодушно начнут скидываться и, там, защищать своих детей вот с помощью таких, ну, мероприятий, да, как самостоятельно купить и сделать. Слушайте, да, а если... Государство, что ли, не должно это обеспечить? Нет, а если развивать мысль дальше... Нет, не должно. Да, и если развивать мысль дальше, то что получается? Родители могут принять совместное решение, ну, могут они его точно так же и не принять. Нанять охранника? Скидываться и нанять охранника? Теоретически, да. Теоретически, возможно, такое, да? Какая-то плата ежемесячная, которая будет идти в зарплатный фонд. Слушайте, а закон это не запрещает? Ну, нет, не запрещает, если у нас ведь есть, там, мне кажется, есть такая практика, когда родители скидываются и, там, на имеющихся охранников в виде бабушек, то есть, ну, потому что там она должна быть... То есть, в каждой школе, в каждом детском году по-своему поставлена, и как там уже заведующая, грубо говоря, смогла договориться, то есть, это уже ее талант определенный. То есть, конечно, это должно все лежать на плечах государства, я считаю, безопасности в первую очередь. Но, когда вот ты не имеешь ничего, и там ты написал кучу писем в департамент, они никак не отреагировали, родители говорят, ну, давайте скинемся и сделаем. Нам так будет спокойнее. Так, я вообще ничего не понимаю. То есть, у нас ходят проверяющие органы, контролирующие по образовательным учреждениям, замеряют ширину проемов, например, дверных, да, и выписывают предписания на огромные совершенно суммы и штрафы на огромные суммы, но при этом почему-то у нас нет денег на то, чтобы обеспечить реальную безопасность, там, да, у детей. Потому что ведь, ну, вот те случаи, о которых мы сегодня говорим, да, это крайние случаи, когда уже гибель произошла. Но ведь может, извините, зайти любой другой человек с какими-то, может быть, не настолько ужасными мыслями, но все равно как-то причинить ущерб ребенку, или там, я не знаю, можно зайти просто, чтобы украсить что-то, в конце концов. Все может случиться так или иначе. То есть, у нас, к сожалению, сильно охраняются коридоры власти, да, то есть, там, попробуйте в департамент образования, вот просто так, зайдите, вас не клюстят, а в стадик в кримфик, и, наверное, вы зайдете без проблем. Да, а если, да, все-таки попытаться как-то вот, ну, не знаю, какие-то меры-то конкретные сейчас выработать, конкретные предложения, ну, вот мы уже поняли, да, что все очень оставляет желать лучшего. Но все-таки, что мы можем сделать прямо сейчас, что в наших силах, для того, чтобы минимизировать такие риски появления в детских садах посторонних людей? Есть вообще какие-то... Ну, что нам сейчас? Ольга? Ну, я говорю, как минимум, бдительность должна быть повышена. И правильные родители-то говорят, что когда ты заходишь в детских садах, хотя бы закроют у собой калитку, потому что ведь на самом деле и родители, ну, оставляют желать лучшего, то есть заходят, оставили дверь на распашку, пошли, потому что им так удобно, и они даже там за собой не обратили внимание закрыть. Поэтому в любом случае нам всем вместе нужно эту проблему решать, в том числе за собой следить. И безопасность наших детей в том числе от нас зависит. Ну, да, конечно, там уже вопрос финансирования, он тоже глобальный стоит. Мне почему-то кажется, что это все-таки должно быть, ну, такая федеральная программа, которая должна спускаться вниз, как вот бесплатное питание, да, первоначальной школы. То есть говорили, 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 когда деньги нашли и сделали. Ну, там, как уж там вопрос качества и так далее. Это второй момент. Именно вот конкретно вопрос безопасности, то есть если будет какой-то федеральный блок, который скажет, все дело, в каждом детском суде должна быть там, помимо тревожной кнопки, еще и магнитная дверь, или забор там такой-то высоты и так далее, то, наверное, вполне возможно, мы к чему-то хорошему придем. Да если денег хватит, конечно, в федеральном бюджете, на эту федеральную программу. Ну, если бы федеральные, ну, да, если хватит. Ну, и снова денежная проблема, да. Ну, помню, совсем недавно, да, поднимался вопрос после, господи, после какой трагедии-то я уже сбился со счета, их столько в последнее время. Ну, недавно был, месяц назад Красноярск был, не так давно тоже была трагедия. Вот моя, грубо говоря, личная боль была в детском саду, когда я только-только ребенка в детский сад привела, это была казанька там, обычно пришел с ножом ребенка, убил. То есть, как бы, их много, и они повсеместно, и они есть, как бы, мы поговорим сейчас с вами об этом, и там, условно, через месяц мы об этом забудем до следующей. К сожалению, это так. И речь поднимается о том, чтобы, там, росгвардейцы, люди в погонах дежурили непосредственно в детских садах, но тут же встает вопрос, а кто им будет оплачивать? Я не очень понимаю, ведь раньше такого не было. Я вот помню, я водила младшего брата в детский сад, это была, ну, просто, я не знаю, какая-то свободная территория, заходи, кто хочешь, приводи, кто хочешь, внутрь в группу ты попадал, никаких ни замков, ничего не было. Но при этом не было и никаких трагедий, я не понимаю. Хотя это были 90-е годы. В 90-е среди молодежи была распространенная ситуация, когда в теплое время года можно было забраться на территорию детского сада и посидеть с гитарой на веранде, или не только с гитарой. На площадочке и так далее. Да, спасибо. Главное не ломать. Главное не ломать. Ну нет, вот я пытаюсь понять, то есть это, видимо, все-таки, либо это какой-то повышенный уровень агрессии в обществе, да, либо это, не знаю, влияние чего-то, либо это... Ну как повышенный уровень агрессии? Я не знаю, либо это проваленная совершенно работа с такими людьми. В 19-м году трагедия в Нарьян-Маре, когда 35-летний зашел точно так же в детский сад и убил мальчика, он вообще заявил, но его признали невменяемым, потом ведь отправили его на принудительное лечение, он заявил о том, что он книжку прочитал. В книжке было написано, что если он убьет ребенка, то ему будет гарантирована вечная и богатая жизнь. Да, да. Ольга, спасибо большое. Ольга Тарыкина с нами была на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель организации «Родительский контроль». Ну вот, я чем больше по... Да, до свидания, Ольга, спасибо. Спасибо. Чем больше мы вот эти темы обсуждаем, тем больше я убеждаюсь, что Ольга права. То есть вот случилась трагедия, поговорили в очередной раз и забыли. То есть вот из конкретных предложений, реально реализуемых, я не знаю, ну их нет просто получается. Почему? Есть, но... Какие? Они выливаются в дополнительные затраты. В деньги. Где найти деньги для того, чтобы профессиональную охрану организовать? Смотри, вот мы говорим про профессионального охранника. Профессиональный охранник, например, сидит в здании, да, непосредственно. Дети-то в детском саду, они же находятся в том числе и на улице. Они выходят гулять на площадку. Да, я понимаю. Если ты хочешь причинить вред, и у тебя, не дай бог, есть доступ к огнестрельному оружию, то тебя не остановит закрытая дверь корпуса детского садика. Ну вот я почитал ситуацию по стране. Наши коллеги, журналисты уже в разных городах, областных центрах начали печатать огромные материалы, как у них устроена эта система. Вот в частности сайт Е1 Екатеринбург, да, опубликовал статью с заголовком, тут уже по заголовку все понятно, набирают алкашей, которые работают за копейки, как храняют малышей в детских садах Екатеринбурга. Ну, понятно уже, да, что якобы это чоп какой-то, а вроде как и не чоп, то есть совершенно непонятный человек дежурит, спит он там или не спит, употребляет он там, спиртное не употребляет, какой-нибудь пожилой дедушка. Не, ну в советское время у этих людей назывались торож. Вот, они охраняли непосредственно материальные, как я понимаю, большие этой части. Но не людей. Да, не людей, не людей. Не детишки. Видимо, не было потребности такое, так понимаю, не знаю почему, еще раз. Ощущение у меня, что это все-таки повышенный уровень агрессии в обществе, разлитый там просто, является причиной этого всего. Не только у нас в стране, потому что я с Константином тут согласна, эти примеры мы тоже видим, да, и с других стран, и более, может быть, благополучных, чем Россия, финансово, материально, да, имеющих возможность обеспечить какие-то меры безопасности, технического характера, либо там человеческого. Ну, не знаю, как вариант, раз уж, да, зачастую все это решается за счет родителей, повторюсь, может быть, организовывать какие-то родительские дружины, дежурство попеременное в детских садах. А что сделает родитель, когда, например, родитель раз в месяц будет дежурить сутки в детском саду? Против злоумышленника, он же ничего не сделает, вот, против такого злоумышленника. Который уже с ружьем. Который с оружием, да, пришел и с непонятными мыслями в голове. Ну, тяжело, конечно, да. Не отстреливаться же начинать. Ну, чем? Из каких-то подручных средств. Из чего? Из водяного пистолета? Да. Или из чего-то еще? Из рогатки. На рекламу сейчас уйдем. На рекламу, да. Виной школьное учреждение, школы, виной всему, очередному витку, вернее, этого обсуждения послужила трагедия в поселке Викшайма, Ульяновской области. Погибла сотрудница детского сада, двое детей. Пяти и шести лет. Пяти и шести лет. И одна сотрудница ранена. Да, мужчина открыл стрельбу в детском садике. Алена Чеснокова с нами на связи. Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Алена, добрый день. Алло. Алло, хотим с вами пообщаться. Так, почему-то Алена нас не слышит опять. Не знаешь? Давайте попробуем. Давайте попробуем перенабрать тогда еще раз. Давайте попробуем перенабрать, да. Да, ну, возвращаясь к тому, как устроена система, да, в Викторинбурге, начал до переменных говорить. Якобы с частными охранными предприятиями там детские сады заключают контракты. Ну, вот проблема в том, что когда контракт этот заключен, непонятно, кто приходит работать и охранять детей и сотрудников детских садов. Там же тоже дело еще в том, что вот этот пресловутый федеральный закон, 44-й, да, когда тот, кто назначает меньшую цену, тот и побеждает на торгах. Закупки. Да, и, соответственно, есть фирмы, якобы частные охранные предприятия, которые сильно демпингуют, назначают очень низкую цену. И, соответственно, качество услуг, да и вообще можно ли говорить о каких-то услугах, тоже непонятное дело. Еще вторую попытку предпринимаем с Аленой Чесноковой поговорить. Алена, добрый день. Да. О, отлично. Да, добрый день. Вы нас слышите. Алена, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Мама многодетная. Алена, страшно, страшно очень после таких происшествий, что делать? В очередной раз у нас понимание, что вообще ничего не работает. Ну, то есть, вроде как что-то есть, где-то есть больше, чем меньше. Ну, потому что у нас все делается для галочки, поэтому у нас ничего не работает. Что именно для галочки? Давайте разбираться. Ну, вот смотрите, это же уже, к сожалению, далеко не первый случай. Да, увы. И должны бы уже какие-то, ну, не знаю, намотать себе на ус, и чтобы такого больше не повторилось. Ну, да, у нас Кировская область отчиталась, что они поставили камеры видеонаблюдения. Ну, чисто логически, если в такой случай повторится камера, что может сделать в этом случае? Да, мы можем разобрать эту ситуацию когда-то потом по записи, что было там сделано, как надо было поступить, но это ведь не изменит ситуацию, правильно? Ну, то есть, за этими камерами должен следить человек, который может предпринять адекватные меры безопасности, мгновенно причем. И к тому же, то, что вот, ну, посадят у нас, неважно, будет бабушка свидетелей, вооруженная, до зубов охранник, неважно, это все, ну, как бы все делается, так скажем, в долю секунды, и нужно просто правильно среагировать. Вот даже вот этот последний случай показал, что у них ведь была даже кнопка вызова охраны, они ей не воспользовались, они даже об этом не подумали. То есть, с людьми-то не была проведена какая-то предварительная работа, инструктаж, как правильно надо поступать в этих ситуациях, что нужно сделать, про это ведь никто вообще не подумал. К тому же, почему у нас, ну, вот, такие случаи появились, потому что у нас вся медицинская помощь, так скажем, была оптимизирована. То есть, эти ведь люди, они не появились из ниоткуда. Здесь уже было известно, что человек стоял на учете, то есть, над ним не было присмотра. Вы имеете в виду о психическом здоровье этих людей? Да, ну, здоровый человек, ведь он вообще на это не пойдет. То есть, здесь идут заведомо, ну, больные люди, так скажем, и в последнем случае этот человек уже стоял на учете, но за ним не было никакого присмотра. То есть, у нас вот с этой оптимизацией никто ни за кем не следит, ну, выпустили там, и выпустили, ходит, вроде как бы там, никого пока не трогает, да и ладно. У нас нет принудительного лечения. То есть, у нас ведь очень много случаев, когда вот соседи, например, там жалуются, что неадекватно себя ведет там сосед, там еще что-то делает все. Мы не можем, мы не сможем его принудительно лечить. Тут, может быть, о профилактике какой-то идет речь. То есть, всех людей с проблемами вызывать, вызывать в добровольном порядке. Конечно, они должны быть на каком-то учете, ну, все ведь бывает, вот, ну, меня, не знаю, меня не коснулось, но вот говорят там, послеродовая депрессия. Ну, по моему мнению, это просто, когда вот, ну, человеку делать нефиг, и он начинает... Не все разделяют ваше мнение, Ален, конечно, да. Ну, вот, да, нет, вот среди моих знакомых, среди вот, ну, нет такого. То есть, люди чем-то заняты, они, ну, не могут, они не думают вот про всякую ерунду, что там, ой, мне плохо, дай-ка я там из окна выйду или еще чего-то. То есть, люди, которые заботятся о своей семье, у которых есть какое-то занятие, у них нет вот этого. И у меня четверо детей, и у меня куча проблем, ну, как-то меня это, и моим знакомым это не касалось. Вам просто некогда было, судя по количеству детей, действительно, там, да, сидеть, сидеть и думать. Ну, то есть, все равно, вот, вина медицины, вина, как бы, государства, что вот это вот все было сделано для галочки, вся эта оптимизация, вроде, хотели, лучшее получилось, как всегда. Да, вот к этому и привело. То есть, это мы сейчас не про Кировскую область говорим конкретно, мы вообще в целом говорим по России. Вообще в целом говорим, да, вообще в целом. А то, что про Кировскую область, вот я говорю, да, они сделали, они сказали, что они поставят эти камеры. И дальше-то что? Камера ведь, она не спасет от психа. Не спасет совершенно. Мало того, если еще, я говорю, в здании как-то можно защититься, то на территории, вот, при садиковской территории, где группы гуляют, да, там же вообще никак не защититься от человека. Ну, у нас эти заборы все дырявые, через них спокойно можно пройти в любое время суток. Все эти, там, какие-то кодовые замки, там, все остальное открывается по щелчку пальцев. Это вот я говорю, у нас все сделано для галочки. И никто в итоге ни за что не отвечает. Вот поэтому вот у нас такие ситуации и происходят. Что делать-то все-таки, Ален? Мы, понятно, что эмоционально очень говорим, мы говорим о проблемах и так далее, но вот что в наших силах сейчас предпринять? Вот я даже не знаю, потому что мы начинаем бороться уже с тем, что свершилось, а надо смотреть именно в корень, почему это получается. Почему эти люди, там, пошли именно вот на этот шаг? Почему, там, ну, в данный момент, там, не было никого, кто бы смог, ну, хотя бы на эту же кнопку, там, нажать, я не знаю, забаррикадироваться? Вот если, опять же, было бы, ну, полностью, вот не просто вот поставят они камеры, они камеры поставят на территории, они во всем садике. То есть ты можешь нормально, ну, пришел, вот, например, вечером, ну, типа родитель, да, всех ведь родителей в лицо все равно не знают. Ну, в конце концов, можно возле двери просто постоять и дождаться кого-то, сказать, о, извините, я ключ забыла, да, пришел за ребенком. Да, да, с кем-то пройти туда, вроде бы, как бы, ты нормальный, прошел, зашел туда и открыл огонь. У нас нет, ну, так скажем, все группы там открытые, никаких замков там, ничего нет. А говорят, что там не будет. Ну. Их нет? Опять у нас, если, ну, как бы здесь сделать замки в этих же группах, у нас пристанут пожарные, что это там... Да, почему вы не обеспечиваете свободные... Да, ну, то есть нет выхода там к чему-то, да. То есть у нас вот, ну, начинается вот такое вот, здесь нельзя вот по этому, а нужно вот так вот, но нельзя вот так вот, потому что вот это вот. Ален, я хотела вас спросить, тут у нас вот, ну, вчера просто администрация города давала комментарии нашим коллегам и говорила о том, что проводится учение с Росгвардией, внутренние учения, например, по пожарной эвакуации. Вы знаете, в ваших садиках вот это вот учение, это формальность какая-то или действительно проводится? Я почему-то вспоминаю все время фильм... Мне кажется, это все, мне кажется, это даже туда никто вообще не приезжает, а все это делается как-то там по телефону. Мне-то кажется, что вот это вот то, что можно сделать сейчас, вот это как раз то, что можно сделать сейчас, устроить какие-то реально какие-то... И ведь детей нужно, наверное, к этому как-то готовить. Ладно, там маленькие, которые двухлеткие, они не понимают там, что от них хотят, а пятилетки, шестилетки, они прекрасно это все осознают. И как-то научить их пользоваться в каких-то, ну, неординарных ситуациях, я думаю, что это как раз дело вот, ну, садиков, министерств. Вот, то есть, ребенка нужно подготовить, что если вот такая ситуация, нужно сделать вот так-то, чтобы ребенок это знал. Родителям не подвергнут. То есть, у нас нет никакой подготовки, у нас, ну, все это... Алена, а мы как родители, что можем предпринять? Как нам поступать? Или, ну, вот правильно сказала, да, одна из наших прошлых собеседников. Дверь за собой закрывается. Нет, пройдет месяц, мы забудем. Ну, да, действительно, наша память так устроена, что мы как-то на второй, на третий план все это отходим. Пока это самого не коснулось, да, это так и будет. Что родителям-то делать? Ходить, трепать администрацию детского сада, спрашивать так, а что у вас, какие там меры безопасности, чем можно помочь, я не знаю. Что родителям-то делать, чтобы... Ну, прежде всего, родителям, наверное, если на себя, как бы, руководство, там, министерство всяких не берет на себя ответственность, значит, родителям провести с детьми какую-то работу, у нас ведь есть, ну, пока, слава богу, не перекрыли нам интернет, у нас есть и в сети видео, как поступать в той или иной ситуации. То есть, ну, лишний раз не может пусть ребенок посмотрит, а вот в таких ситуациях, как нужно поступать. То есть, ребенка все равно нужно готовить, у него где-то на подкорке это все равно обложится, даже если ты его там спросишь через какое-то время, как бы ты поступил, он тебе скажет, не знаю, а когда, ну, не дай бог, это коснется, у него все равно на подкорке это вылезет, что, ага, мне же вот мама говорила, что вот в этом случае мне нужно сделать вот так вот. Нужно вести вот так, да. Алена, спасибо большое, мы закрываться вынуждены. Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, с нами была на связи. Программу «Дневной разворот» мы завершаем. Честно говоря... Не завершаем. Продолжаем, продолжаем. Второй час, совершенно верно. После 12 часов будем говорить про бережливое производство. Продолжаем.